Спасибо большое, Дмитрий, за возможность принять участие в конференции. Я, честно говоря, редко принимаю участие в таких мероприятиях. Зовите, пожалуйста, подробнее, откуда вы, потому что я не объявил, а людям в онлайне это может быть непонятно. А вся презентация про этого, не переживайте. Все хорошо. Да. Я с возрастом понял, что я, к сожалению, интроверт. Но при этом очень сильно люблю людей и верю в людей. И поэтому посадка своей жизни посвятил нейротехнологиям. Водное слово. Я расскажу, поделюсь своими мечтами. О чем я мечтал вот примерно так в детстве. Много книг читал и мечтал вот раз, книжку положил под подушку, с утра встал, вся информация в голове. Это правда были мечты. И когда вот вышел фильм «Матрица», да, то есть я в то время работал в Министерстве атомной промышленности, такой высокотехнологичной компании там и так далее, да. И было здорово, когда знания передают сразу в мозг. И правда это было достаточно зажигательно. Это тоже была мечта моя. Я с вами делюсь мечтой, с вами мечтами, как она трансформилась для того, чтобы вы понимали, ну, кто я, да. То есть вот меня просили представиться там, да. И то, чем мы занимаемся, это про это. Вот ровно про то, что заснуть и проснуться со знаниями, которые лежат под книжкой, в книжке, да. Или, вот, например, Нео, вставили в мозг что-то там, какую-то штуку, и я уже не просто обладаю информацией о кунг-фу, которую я прочитал в чате GBT, а я знаю кунг-фу, я умею применять кунг-фу. Ну, и вот моя мечта вот такая еще есть, да. То есть как бы мне, представляете, вот Татьяна Альбертовна, стоит вот эта Татьяна Альбертовна. Сколько у нее знаний, представляете? Она раз что-то нажимает, и эти знания мгновенно у меня в голове. Кто так хочет? Представляете, да? Скорость передачи этих знаний, не информации из чате GBT, а знания, освоенные информацией. И вот тут про эту часть как раз все то, с чем мы занимаемся. А именно, про мгновенную, ну, про мгновенную передачу знаний от одного мозга в другой мозг. Ну, тут у меня, знаете, я так директор компании, и сейчас говорю из некой визионерской рамки. Но дальше будет зуботоропительная история. У меня присутствует руководитель научного подразделения, психофизиолог. И, короче, про мозги и СТО, и наш тоже человек, который реализует вот эти все наши фантазии, который разделяет со мной, кстати, вот эти вещи. Как, как действительно, как же подступиться к этой мечте? Как начать реализовывать эту мечту? Как у Татьяны Альбертыну взять эти знания с мозга? Вот она сидит и улыбается, представляете? Да? А я сижу и смотрю на нее. Как понять, что я освоил, что я не освоил, да? И это все вот на этих слоях у нас есть. Когда мы говорим про когнитивные слои, там их полным-полно, то есть мы глубоко в этом разбираемся, там и так далее. Сознательно то, что вы нам рассказали сейчас, да? Подсознательно, бессознательно. Вот именно туда, в эту часть мы лезем с помощью наших технологий. Согласен. Я поэтому и рассказал о своих мечтах. Только человек, который мечтает о чем-то вот таком вот, да, может просыпаться каждое утро и заниматься такой штукой, которая на перспективе имеет, ну, достаточно долгое время и технологии там. И Илон Маск зубы ломает свои. Так вот, если в процессе передачи знаний мы можем оцифровать бессознательные или подсознательные процессы и вербализировать их, вот так вот, то, что вы рассказывали, еще вам было бы понятно. Ага, что я понял, какой блок, какой граф знаний я понял, какой я не понял, что мне достроить и так далее. Было бы же супер, Таняна Альбертинна. Да, то есть, и мы бы с вами бы, еще бы скорость как-то увеличить в идеале мгновенно. А почему мгновенно? Мир меняется, вот это все, все мы это все знаем там, да, то есть, и скорость обновления знаний, не информация, информация кипит, вон, а те знания, которые у меня освоены в моем мозгу, крайне важны. Ну, все, вот это вот такое визионерское представление нашей команды, куда мы движемся, зачем мы движемся и так далее. Ай, погоди, Егор. Татьяна Альбертовна, а я вот про ваш тезис, значит, мне интересно. У меня бабушка двоюродная в Ленинграде жила. Поближе микрофон, пожалуйста. Благодара пережила на канале Грибоедова, там, да, вот, и у меня такие корни и воспоминания с Ленинградом очень такие. Бехтерева, ваша землячка, про мозг что сказала? В 1988 году, в интервью у нее есть, чем больше наша семья и наши коллеги изучают мозг, тем больше они понимают, что он приемник, приемник чего-то большего. На этом я закончу свое выступление. Спасибо. Да, так, теперь я на крестик. Да, вот Александр нашу визионерскую позицию озвучил, а я такой уже с технологической позиции продолжу. Я СТО, меня зовут Егор, вот у нас, ну, собственно, мы опираемся на технологию, которая же больше 100 лет известна, значит, есть технология электроэнцефалографии. Очень простой принцип, когда наш мозг думает, он генерирует электричество, и можно изменение электрических полей поймать на поверхности, в том числе головы, да. Вот мы берем этот старый-старый принцип и его уже, как бы, совершенствуем. Во-первых, ну, уже там лет 10-20 назад стали появляться, и сейчас уже очень сильно развились приборы, значит, такой потребительского класса, электроэнцефалографии, под названием нейроинтерфейсы. Вот один сейчас на мне, вот, ну, вот они бывают всякие разные, в разных местах у них электродное отведение. Вот, мы используем тоже несколько разных типов таких устройств. Значит, и дальше мы что делаем? Мы берем нейроинтерфейс, надеваем на человека, например, на учащегося, то есть на кого-то, кто проявляет интеллектуальную деятельность, интеллектуальную активность. Значит, дальше есть программа агент, вот у меня, кстати, такая тоже есть, я сейчас прям пишу себя, вот, которая собирает по Bluetooth данные и передает их на сервер, где уже происходит вычисление, обработка, то есть мы из сырого, так называемого, сигнала, вот эти там изменения напряжения, никому не понятные, мы получаем хорошо интерпретируемые индикаторы, которые можно уже, ну, как-то трактовать, да, и дальше это все превращается в какие-то дашборды для принятия решений, в рекомендации и так далее. Вот, ну, например, да, вот крупным планом, если там, у меня на телефоне не очень было видно, ну, вот так это выглядит примерно, то есть есть клиентская часть, есть то, что можно посмотреть, там, некий дашборд по нескольким людям, например, да, вот можно сделать. Так, ну, про обработку данных много говорить не буду, важно, что есть ритмы мозговой активности, тоже много, там, кто знает, слышал про них, там, альфа-ритм, бета-ритм, гамма-ритм и так далее. Вот их соотношение, они дают информацию о том, в каком режиме мозг работает. То есть для того, чтобы прям мысли прочитать, это надо прям забуриться глубоко, там, либо электроды прям на мозг положить, либо человека в МРТ засунуть. Ну, вот такие устройства неинвазивные, они вот, ну, что-то базовые режимы работы позволяют понять. Ну, дальше, вот, собственно, алгоритмы машинного обучения, те самые нейросети, ну, и другие тоже алгоритмы, не только они, вот, превращают это уже в индикаторы. То есть мы их обучаем, когда мы точно знаем, чем человек занят, или в каком он состоянии, вот, как бы мы это используем в датасете, и дальше мы получаем некий измерительный инструмент, который уже нам это говорит. Вот. Ну, индикаторы можно собирать под задачу, они бывают разные. Вот это примеры тех индикаторов, которые, ну, мы считаем, очень хорошо отражают, там, разницу в разных типах интеллектуальной деятельности, в том числе в образовании, они играют роль. То есть это, там, уровень стресса, тревожности, увлеченность, когда человек в состоянии потока находится, когда ему интересно, значит, концентрация, насколько он сфокусирован, вообще, там, внимание прикладывает. Это когнитивная нагрузка, то есть это загрузка оперативной памяти человека, она должна быть не ниже определенной, то есть, как правило, когда человек чем-то интересным занимается, она, там, достаточно высокая, но и слишком высокая тоже плохо, да, это вот как, ну, вот, оперативной памятью компьютера, да, такой же. Ну, и эмоции можно, например, да, смотреть, там, радость, отвращение, удивление, печаль, страх и так далее. Вот, то есть это некие инструменты, которые можно в реальном времени с человека, в принципе, считывать, вот с помощью такого прибора и, ну, использовать в том числе в образовательном процессе. Ну, дальше, да, возможно, применение, я просто пару схем расскажу, а потом мы про кейсы уже там Сергей расскажет. То есть, первое, это аналитика, какая оптимальная длина лекции, сложно, не сложно ему, ну, то есть, для того, чтобы совершенствовать ваш образовательный контент или ваш учебный процесс. Второй кейс, это Real Time Dashboard, когда преподаватель имеет обратную связь прямо вот сейчас, да, в моменте, и может скорректировать, там, какую-то драматургию своего занятия с учетом того, как на него реагируют. Ну, здесь преподаватели, многие сразу говорят, что, да чего, мы не видим, что ли, там, и так, вроде как, типа, мы эмпатией владеем и так далее. Но, вот, поверьте, не настолько точно человек распознает состояние аудитории, тем более, когда несколько людей. Это разница примерно такая, вот, как вы на машине едете, да, вы скорость же чувствуете, быстро вы едете или медленно. Но превышаете ли вы эту скорость, вам непонятно без спидометра. Вот тут то же самое. Персональный образовательный трек, то есть мы можем смотреть, когда человек выпадает, можем посмотреть, в какие моменты, значит, он просто не был включен, и ему, значит, это не упало в голову, его вернуть и там сказать, вот, посмотри, здесь вот ты что-то был невнимателен, или тебе было неинтересно, или слишком сложно, вот, как бы скорректировать, да. И можно в том числе посмотреть, как человек на конкретные, там, курсы, на конкретных преподавателей реагируют, и, там, ему это менять оперативно. Вот, и в оценке компетенции тоже человек может проявлять что-то, ну, какие-то знания, там, правильно отвечать на вопросы в тесте, да, но при этом ему деятельность может быть неинтересна, он сюда пришел за деньгами. Или она, может быть, для него стрессовая, то есть, как бы, человек научился, вот, ручками сделать что-то, но он, ну, как бы, это не его, да, это можно увидеть, в принципе, тоже с помощью нейро. Вот, теперь Сергей Горюшко, наш психолог. Да, коллеги, я прошу подсократить, наверняка будет масса вопросов к этому интересному докладу, поэтому давайте оставим время для вопросов. Кейсов там штук 20, я, наверное, расскажу 3, и, собственно, перейдем к вопросам. Например, один из наших первых кейсов с Московским государственным педагогическим университетом, как разный контент влияет на состояние слушателей. Один контент, например, был про закон образования, и второй, как давать детям поддерживающую обратную связь. Предсказуемый результат, закон образования сильнее нагружает рабочую память, там, куда больше моментов, когда она перегружена, и в целом в голову не падает, да. Да, с другой стороны, про поддерживающую обратную связь контент увлекательнее, но при этом сфокусирование студенты были именно, когда слушали закон образования. То есть это как такой маркер, что человек действительно погрузился в проблему, что у него загружена оперативная память, загружен центральный процессор, он не маженно сосредоточен. Можно это отслеживать. Кейс, когда можно давать обратную связь в режиме реального времени, когда вы преподаете что-то, связанное с программистскими дисциплинами. Если кто-то когда-нибудь преподавал программирование, выглядит это достаточно странно. Преподаватель сидит что-то на компьютере, вписывает студенты точно так же с своими компьютерами. Люди друг друга не видят, они не смотрят в глаза друг к другу, никакой там эмпатии прямой не идет. То есть преподавателю действительно тогда нужны подсказки, а его вообще слушают, его вообще понимают или нет. Или как бы они за монитором там тихонечко спят или ютубчик смотрят. Можно проводить отдельные, смотреть научные гипотезы. Например, у нас была гипотеза с Центром образовательных технологий фитерскими про то, как лучше учить VR конкретно коммуникативным навыкам. Мне казалось, например, что забыли, все когда учат VR, очень простую вещь, что VR это отдельная образовательная среда, которую надо научить. Просто так дать человеку VR сказать научись не получится, потому что человек будет отвлекаться на то, что как интересно, как здорово, новая среда. И у него не останется ресурса на то, чтобы действительно учиться. Он будет просто разбираться с новой для него средой. А если дать ему отдельно адаптирующие занятия, чтобы он сначала освоил среду, а потом уже учился, эффективность обучения будет намного выше и когнитивная нагрузка при этом намного ниже. Ну и, наверное, какой-нибудь последний кейс про, скажем, групповую работу. Вы дадите эту презентацию людям? Я думаю, да, никаких проблем. Да, чтобы они познакомились со всеми кейсами. Можно в рамках одного показателя транслировать преподавателю в режиме реального времени, насколько группа сонастроена друг на друга. Например, если мы банально будем мерить корреляцию между отдельными участниками, попарную, да, и выведем средние показатели, мы будем понимать, у нас люди сейчас одновременно становятся более внимательными или одновременно менее внимательными, да, там, сейчас они все начали стрессовать, сейчас все, наоборот, расслабились. Такая группа, соответственно, сонастроена. Они на одной волне, и групповая работа у таких групп получается более эффективной. И, например, мы это проводили на университете НТИ. Взрослые люди сидели, пытались строить большие планы о будущем развитии образования. У них был модератор, который следил на как раз, как у них получается с одной стороны, а с другой стороны смотрел на то, насколько они синхронны. И вот заметили паттерн, что с каждым последующим заданием, которое они выполняли, синхронность у группы возрастала. То есть, соответственно, банальный отсюда вывод, нельзя давать те задания, которые вы хотите, чтобы гарантированно хорошо получились в самом начале, да, дайте группе сначала освоиться. Как всегда, эти рекомендации все можно задним умом дойти, да, задним умом и все крепкие, но лучше, когда у вас есть цифры, которые подтверждают ваши собственные гипотезы. И, в принципе, любую гипотезу, которая у вас касательно вашего образовательного процесса есть, можно поставить эксперимент и проверить, что в вашем случае на вашей конкретной аудитории будет эффективнее. Спасибо. А у меня... В завершении... Какие-то жидкие аплодисменты. Что-то неинтересно. То есть, в завершении я хочу сказать про что? Про то, что вся наша платформа, про которую кейсы, технологии рассказывали, она показывает те самые бессознательные процессы. Мы их пытаемся визуализировать для того, чтобы качество самого, качество основного процесса улучшить. То есть, когда мы говорим про преподавание, да, то есть, мы бессознательный процесс в процессе вытаскиваем, да, по педагогу, методисту по контенту там, да, и так далее. Для того, чтобы само качество преподавания увеличить, улучшить. Спасибо. А у меня вопрос и реплика к визионерской части. Вот какая. Когда вы говорите, что мечта состоит в том, чтобы взять знания у преподавателя и мгновенно перенести в голову ученика, у меня здесь возникает опасение, что голова ученика может просто разрушиться. Вот почему. На самом деле, знания в голове преподавателя – это вовсе не знания. Знания – это абстракция. В голове у преподавателя находится знание, адаптированное к картине мира преподавателя. У ученика своя собственная картина мира, она может быть беднее, она другая и так далее. И если вот это вот знание, преобразованное в картину мира преподавателя, сразу и без преобразования, без оболочки какой-то внедрить в голову ученика, то получится забивание гайки молотком на болт. То есть голова может просто поломаться, потому что оно как пазл не входит туда, в картину мира ученика. Сейчас мы это делаем посредством слов. Нам это очень трудно, но по крайней мере мы гарантированы от того, что наш ученик сломается, условно говоря, его мозг. Что вы по этому поводу могли бы сказать? Я просто думаю, как вам ответить. Вы мне задаете вопрос в визионерскую рамку, такой с технической реализацией. Это не техническая реализация, это методическая, скажем так. Мой ответ, наверное, такой, что все величайшие открытия были проведены, все величайшие открытия, многие ломберские говорят об этом пишут и так далее. То есть это формат инсайта, типа как Менделеев, там таблицу Менделева открыл и так далее. То есть как бы, а как это было, да, то есть человек долго-долго копает эту тему, то есть почву, да, то есть грубо говоря, мы говорим так, строят антологию в данной области там и так далее, и так далее. Для чего? Для того, чтобы потом это семя откуда-то сверху пролетело и смогло вырасти, как таблица Менделеева в данном случае, да. Так вот, мой ответ, наверное, такой, что если Татьяна Альбертовна у меня погрузит свои знания, то я освою только те знания, которые ложатся в мою антологию. И немножечко, немножечко вправо-влево. Все остальное просто не... Они провалятся и не принесут вреда, да? Ну, вреда точно нет, да. К сожалению, я сталкивался, знаете, иногда с тем, что человек мне что-то говорит, а я вообще не слышу. То есть, как бы, вернее, я слышу, что он рот открывает и звуки. Я понять ни одного слова не могу. Это ровно такая история, понимаете? Вот. Ну, или у меня опыт был, вот я там в Орландо был, там такие негры, они так на английском говорят, что я ничего не понимаю. А я-то вроде как бы, ну, классический английский, я ему говорю, а он смотрит как будто со стеной. То есть, все, что я говорю, произношу звуки вот эти, он просто их не слышит. Замечательный пример, да. Мой ответ, мой ответ. Не, не, не про то. Можно уже вопросы? Да, да, переходим к дискуссии. Да. Значит, Татьяна Гаврилова, во-первых, спасибо большое за смелый очень доклад и смелые интересные работы. Но если у нас такой свободный режим, я свой немножко ложку дегтя посмею положить. Дело в том, что электричество, это, конечно, много чего про мозг, но все-таки это не все. Поэтому не кажется ли вам, что у вас будут колоссальные помехи, во-первых, за счет индивидуальных различий людей. Когда два человека решают задачу, они используют совершенно разные разделы мозга, и это уже известно. Мы работали с Черниговской, по лево-право-полушарной асимметрией. Проект мы хоть и закончили, но мы запутались окончательно. Там, по-честному вам скажу, ничего там не понять вообще. Прекрасно левая справляется с правой, если там, например, электрошоком забить ее. Черниговская делала эти эксперименты в психиатрических клиниках, там и так лечат больных, им отключают шоком. И в этот момент можно спрашивать. И вот как выяснилось, что вовсе не все люди рассуждают правым на правом, а некоторые говорят не так. Это первое сомнение мое. Второе мое сомнение связано с, я бы сказала, мировоззренческим таким подходом. Ну, понимаете, вот я на лекциях такой пример привожу про интеллект. Если запустить муравья в телевизор и дать ему все приборы муравьиные, которые есть, поймет ли он, что такое телевидение? Если он там все просверлит дырочки, подлезет, посмотрит. Мне кажется, что нет, потому что это разные системы. И вот мне кажется, что мозг по отношению к нам – это другая система. Конечно, полезно чего-то про него знать, но мне кажется, это изучение тени. Можно ли про человека судить по его тени? Наверное, можно о чем-то говорить, но ведь можно, вы знаете, как тень искусственная. Я могу сделать собачку, да, руками. То, что вы сказали, очень сильно пересекается с Лемом, который спрашивал, можно ли считать, что муравьи воспользовались философом, если они его съели. А я передаю дальше, и у нас… Такая ответа. Я начну отвечать на второй вопрос. Мой ответ из моей рамки, да. То есть, он, конечно, не на весь ваш вопрос отвечает, но на кусочек, да. То есть, мы не стремимся оцифровать целиком мозг. Для этого другие инструменты. Если даже, скажем так, Анохин, да, Константин Владимирович, там, Александр Якович Каплан, там, наш хороший товарищ, там, и так далее. Даже Анохин говорит, что даже нет сейчас в мире подхода, а как подойти, с какой стороны подойти, чтобы оцифровать целиком мозг. Вот эти программы, про которые говорят, европейские, китайские, американские программы, они там направлены на какие-то элементы. А Анохин говорит, что, ну, нету даже вот подхода у нейрофизиологов, как подойти. Что делать-то, сейчас все подходы, как бы, там, просто оцифровать его полностью не получается. Да. Так вот, мы идем по кусочкам. То есть, мы берем, например, для меня, вот я рассказал, ценно передача знаний, там, да. То есть, мы смотрим, вот образовательный процесс. Есть вербальная часть, сознательная, там, бессознательная и так далее. Вот мы смотрим, какие параметры полезно было бы преподавателю показать на экране в процессе лекции. Для чего? Как мы это делали? Мы делали большое исследование с Института психологии российского днеобразования. Выявили эти самые параметры. Потом эти параметры через нейроинтерфейс мы специальным образом рассчитываем и показываем. Мы смотрим, а помогает ли, когда мы эти параметры показываем, образовательной деятельности. И мы там с Игорем Михайловичем Рембаренко проводили такой эксперимент. Московский городской университет, о котором мы говорили, там, да. С высшей школы бизнеса МГУ, там, вот и так далее. То есть, у нас вот эксперименты. Что можно показать для того, чтобы качество процесса увеличить? Мы не собираемся знать, что давайте-ка мы всех сейчас делаем счастливыми и покажем вам 100 тысяч миллиардов показателей. Ну, мы шагами идем, да. Да. Что вы меряете? Это никто не знает. Сейчас вам вот тут... Есть такие люди, которые... Да, про индивидуальные различия. Действительно, мозг у всех разный. Да, там третичная кора, как минимум, у каждого своя. И, собственно, большая часть работы была в том, чтобы... Мы, во-первых, для каждого человека проводим отдельную индивидуальную стандартизацию, да. То есть, мы сначала смотрим, как у него работает мозг, как конкретно у него представлены все эти тот самый шум от паровоза, который часто называют электронисфолографию, да, что, дескать, там, поезд идет, а вот электромагнитный сигнал – это так просто дым. Но даже по этому дыму можно вполне себе сказать, насколько мощный паровоз топит, насколько быстро он едет. И не сломался ли у него двигатель, дым стал красный, что-то не так. Вот. Касательно того, а что мы конкретно меряем, да, собственно, на каждый параметр проводится специальная модельная ситуация, да. Там, например, чтобы определить, а что вообще такое конъективная нагрузка, вот как это понять, да, что значит загрузка рабочей памяти у человека, да. И это надо как-то перевести в практическую плоскость, да. Там у нас сначала мы проводим эксперимент на человеке, где даем задание, где эту самую нагрузку на память постепенно увеличиваем, да. Очень простой тест. Вот тебе 4 буквы, показали новую букву, была она среди этих 4-х или нет. Вот тебе 6 букв, вот тебе 8, 10. И в какой-то момент человек перестает справляться, да, он начинает участвовать очень медленно, он начинает ошибаться. И для нас это маркер. Ага, все, эта рабочая память человека перегружена, да. И, соответственно, мы дальше размечаем вот этот участок времени, когда память была перегружена, вот это когда нет, да. Можно спорить на тему того, что это конъективная нагрузка это является, или можно как-то еще это иначе назвать, да. Но, условно говоря, так. Мы внутри компании назвали вот этот вот операционализованный параметр конъективной нагрузкой, да, там. Можно сделать другой, пожалуйста. Для этого тоже есть методология. Давайте договариваться, давайте сделать лучше. Мы только за. Спасибо. Оксана Силантьева, лаборатория Сила-Медия. Знаете, я правильно понимаю, что вот в этих кейсах наблюдаемые носили нейроинтерфейсы. Есть ли возможность каким-то образом отделить их активность когнитивную от вот этого эффекта наблюдаемого объекта, который меняет поведение человека? Да, хатуринский эффект, штука, казалось бы, известная, да, и мы, честно говоря, тоже думали, что у нас на тестовых группах люди, которые носят нейроинтерфейсы, особенно дистанционные, будут лучше заниматься просто потому, что они участвуют в эксперименте. Нифига. Ровно точно так же. То есть вот разница в качестве обучения нулевая, да, в субъективных замерах чуть-чуть более увлечены люди, которые носят нейроинтерфейсы, но еще раз, как бы, да, субъективно это чувствуется, на реальность никак не влияет. На удивление. Я, честно говоря, очень надеялся, что от самого факта будет какой-то эффект. Спасибо. Последний вопрос. Водчиков Леонид, обычный учитель образовательной школы, учитель информатики. Такой вот вопрос, очень насущный для любых технологий, которые появляются. Есть ли какая-то, скажем так, законодательная… Ну, как это правильно выразиться? Нет, даже не в этом дело. Нет ли, скажем так, опаски и страха того, что все вот эти вот нейроинтерфейсы, и так далее, все эти технологии можно использовать с точки зрения манипуляции человеком в, скажем так, плохом русле, да, потому что если мы можем понимать, как вызвать у человека стресс, страх и так далее, соответственно, можно на этом уровне создать вполне себе оружие, в том числе психологическое. Ну, да, спасибо, хороший вопрос. Ну, паяльникам тоже можно причинить вред, но мы же не запрещаем паяльники. Да, или пользу. То есть, любой инструмент, вообще любой, можно использовать во вред. Так же, как и нейроинтерфейсы. Мы, ну, внимательно, на самом деле, следим, когда мы там что-то внедряем в других компаниях, мы, ну, как бы, этическую рамку всегда выдерживаем. То есть, есть много компаний, которые там с культуры, там, тиранической, да, вот культуры управления, вот ДНК культурный должен быть направлен на вин-вин, на то, чтобы человек получал пользу от того, что он носит нейроинтерфейс. Ну, в противном случае он будет саботировать. Но это уже, это организационная рамка, не технологическая. Ну, и, да, да, этику надо соблюдать, конечно, мы за этим следим. Спасибо. У нас есть от участников, онлайн-участников, многократно повторенная просьба предоставить презентацию. Если не против, мы это сделаем, просто, Дим, тогда... Да, если все, все три автора не против, я надеюсь, да? Хорошо, мы тогда пошлем прямо в чат эту презентацию. Да, только не сейчас, а после перерыва. Да, кстати, я думал... Без проблем. Сначала мне показалось, что это в онлайне идет у вас... А мы сейчас... Зачем запись наших... Егор, одень, пожалуйста, на интерфейс. Да мы сейчас сделаем, а что же вы... Хотите мы, да? На вас. Ну, давайте попробуем. Хорошо, тогда после перерыва мы можем... Да, 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 давайте в кофебрейк или в перерыв, кто хочет останется, и мы это... Я как раз думал, вот человек докладывает, а у него там зелененькое скакнуло, может у него кот не кормленный, или там еще... Машина плохо припаркованная, да? Коллеги, огромное спасибо. Спасибо вам. Спасибо.